И последняя задачка досрочного ЕГЭ номер 19. На доске написано несколько различных натуральных чисел, произведение любых двух из которых больше 40 и меньше 100. А далее три загадки. Может ли на доске быть 5 чисел? Может ли на доске быть 6 чисел? И какое наибольшее значение может принимать сумма чисел на доске, если их 4? Поехали! Договоримся для начала о том, что если вы отвечаете «да», то ваше «да» стоит подкрепить примером. Ну а если вы отвечаете «нет», то докажите это «нет» строго и формально. Например, в пункте «а» нас спрашивают, может ли на доске быть 5 чисел? Давайте решим эту легкую задачу. Смотрите, что я нашел в ближайшем кафе. Во-первых, эта доска уже неплохо, а во-вторых, на ней написаны 5 чисел, которые удовлетворяют условию задачи. То есть какие бы мы два числа не умножали, их произведение будет больше 40, но меньше 100. Но на самом деле хватит и того, что 6 и 7 больше 40, а 9 и 10 меньше 100. То есть если наименьшее произведение больше 40, то все остальные подавно. Если наибольшее произведение меньше 100, то и остальные произведения подавно. Наш ответ «да». Теперь приступим к пункту «b», а затем еще и к «v». Сразу скажу, что мне уже довелось видеть или слышать около 6-7 решений, но все они оказались, на мой взгляд, недостаточно строгими. Иногда осуществляется перебор, но он неполный. Иногда констатируется, что числа обязательно должны быть по соседству, но почему-то это не доказывается. Самое красивое и строгое, что я увидел — это разбор Бориса Викторовича Трушина. У него все было четко и по полкам. Поэтому я считаю важно донести ту мысль, которая его разбор действительно выделяет в лучшую сторону, но и самобытность терять не хочется, поэтому в пункте «v» мы все же сделаем немного другие акценты. Решаем пункт «b». Но, предположим, можно записать все эти 6 чисел на доску. Пусть они у нас называются «a», «b», «c», «d», «e», «f» и расположены по порядку «a» меньшее число, «f» большее число. Заметьте, что если «a», «b» больше 40, то из этого напрямую следует то, что квадрат числа «b» строго больше 40, ведь «b» было больше, чем «a», значит, «b» не менее 7. То есть нам удалось оценить второе число. Оно то ли 7, то ли 8, может быть больше, но никак не меньше. Теперь запишем оценку на произведение старших чисел. «e» на «f» строго меньше 100. Из этого следует то, что квадрат числа «e» меньше 100. Получается, само «e» — это ведь числа-то натуральные. Оно не превосходит 9. Ага, нам удалось оценить предпоследнее число. Может быть оно 9, может 8, может меньше, но никак не больше. И вот проблема. «b» не менее 7, «e» не более 9, то есть между ними есть только восьмерка, а мы хотим на ее место втиснуть два числа. Но так не получится, ребят. Кто-то 8, а кому-то придется идти в освояси. Короче говоря, мы получили противоречие, которое доказывает, что пункт «b» — 6 чисел на доске — невозможен. Осмыслите это как следует, возьмите на вооружение оценки для числа «b» и «e» и у вас обязательно получится пункт «v». Там нас спрашивали, какое наибольшее значение может принимать сумма чисел на доске, если их 4. Попробуем со свежей головой взглянуть на задачу с другого ракурса. Пусть у нас есть 4 числа «a», «b», «c» и «d». Попробуем выяснить, каким может быть число «a», то есть не второе, не предпоследнее, а именно «a», первое. Заметьте, что в нашем наборе невозможны два двузначных числа. У нас же числа различные, натуральные. Вот произведение двух минимальных из них, оно уже больше 100. Будем иметь это в виду, но не забудем и про «a». Смотрите, что будет, если оно равно 5. «b» будет как минимум 9, чтобы произведение «a», «b» было больше 40. Но тогда в нашем наборе есть два двухзначных числа, противоречия. Хорошо, такой вариант нам не нужен. А что будет, если «a» меньше 5? Уууу, ну тогда уже даже «b» будет двухзначным, я уж молчу про «c» и «d». Такие варианты тоже не годятся. Ну а если «a» больше равно 8, то опять есть два двухзначных числа, противоречия. Таким образом, комиссия по уголовным делам двузначных чисел установила то, что «a» может быть равно только либо 6, либо 7. Отлично, сейчас главное очень аккуратно сделать полный перебор. Чтобы было меньше писанины, советую фильтровать базар. Ну числа в смысле вот эти, вы поняли. Например, последнее число 10 — это явно не альфа-самец. Смотрите, в любой конфигурации мы могли бы написать 11, потому что остальные числа у нас однозначные. То есть даже если предпоследнее число 9, то 9 на 11 — это все еще меньше 100. Хорошо, с учетом всего этого начинаем перебор. Второе число может быть 7, ну а может быть 8, например, почему бы и нет. Возможно, и другие варианты. Самый интересный из них — последний четвертый. 6, 7, 8, 12. Смотрите, 8 и 12 — это все еще 96, то есть меньше 100. Самый крутой вариант из всех полученных — это второй. Сумма чисел 34. Но не говори его пока не перепрыгнешь. Если первое число 7, то второе и третье обязательно 8 и 9, тут нет вариантов. Наибольшее четвертое число, которое подходит под условие — это 11. И именно это задает ответ, ответ 35. Все, кто сумел его получить обоснованно. Большие молодцы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова